Всем привет! В прошлом году один из самых ожидаемых конкурсов песни Евровидения 2020 отменили в связи с пандемией коронавируса. Группа Little Big должна была исполнить там свой хит Uno, но не случилось. Давайте узнаем, какие сюрпризы готовит нам Евровидение в этом году. 65-й по счету конкурс этой весной состоится. Такое решение было принято организаторами в феврале. На последнем Евровидении в 2019 году победил участник из Нидерландов Дункан Лоуренс. Поэтому на этот раз песенный смотр пройдет в городе Роттердаме в мае. Известно, что формат будет прежним. Участники исполнят песни в концертном зале вживую. Но есть и ряд нововведений, вызванных ограничениями по коронавирусу. Так до сих пор не принято окончательное решение по поводу присутствия зрителей в зале. Скорее всего, организаторы сообщат об этом в апреле. Когда будет понятна текущая статистика по заболеваемости. С целью сократить количество человек в постановке номеров, участникам разрешили записать бэк-вокал на фонограмму без голоса самого исполнителя. При этом не запрещено использовать живое сопровождение бэк-вокалистов. Сами же солисты должны петь конкурсную песню по-прежнему только вживую. Композиции должны быть новыми, не исполняться ранее 1 сентября 2020 года. Длительность трека не более трех минут, а на сцене во время исполнения могут находиться не более шести человек. Петь можно на любом языке, и национальность артиста может быть любой, не обязательно даже быть гражданином этой страны, за которую он выступает. Друзья, у нас тут возникли проблемы с ютубом. Ютуб никак не хочет продвигать наши видео. Если вы заметили, мы сейчас пробуем разные форматы, которые, как показывает статистика, тоже никак не влияют на продвижение наших роликов. Оказалось, что не у одних у нас такие проблемы. Многие блогеры тоже столкнулись с этим. Но, как говорят они, есть один выход. Возможно, эти действия помогут в решении этого глюка. Давайте попробуем вместе восстановить активность канала. Все достаточно просто. Вам нужно отписаться от нашего канала, заново на него подписаться и поставить колокольчик, чтобы у вас появлялись уведомления. Думаю, что эти простые действия вас не затруднят. Будем очень рады вашей помощи. Всего в Евровидении 2021 года примут участие более 40 участников из разных стран. Около половины списка из прошлогодних заявок. Многие поклонники группы Little Big ожидали, что их любимцы также автоматически станут участниками этого года. Но руководство Первого канала их разочаровало. 8 марта в прямом эфире состоится отбор среди множества кандидатов. Впервые за несколько лет он пройдет в открытом режиме в формате праздничного шоу, а голосовать будут зрители. Напомним, питерская группа Little Big пользуется популярностью не только в России, но и в Европе. Отчасти именно на это и делали ставки эксперты в прошлом году, когда определяли участника от России. В преддверии Евровидения 2020 был записан клип на песню Уна, который сразу же попал на верхние строчки чартов и рейтингов Ютуба. Изюминкой номера стал пластичный танец Пухляша Дмитрия Красилова. Танцор так понравился зрителям, что группа даже решила взять его с собой в Нидерланды. Было бы логичным, если бы группа отправилась на конкурс в этом году. Однако новой песни специально для Евровидения пока от нее нет. К тому же руководство Первого канала опасается повторения ситуации с Юлией Самойловой. Вокалистка с ограниченными физическими возможностями из-за украинских санкций по отношению к России не попала на Евровидение 2017, которое проходило в Киеве. А через год, когда она все же поехала на конкурс уже в Лиссабон, ее результаты оказались более чем скромными. Впрочем, за Little Big на Евровидении 2021 активно топит продюсер Яна Рудковская. Да и других звездных и рядовых поклонников у группы хватает. Вполне возможно, что группа одержит победу в голосовании 8 марта. В предвкушении конкурсного отбора на Евровидении знатоки и эксперты делают собственные прогнозы относительно того, кто еще, кроме Little Big, будет бороться за возможность поехать в Роттердам. Среди наиболее вероятных кандидатов всплывают такие имена, как Моргенштерн и Егор Крид, дуэт «Две Маши», группа «Науми», певица «Дора», Виктория Черенцова и Антон Беляев. Если основываться на успешности потенциальных участников на YouTube и музыкальных площадках, можно значительно расширить список претендентов. Рассмотрим хотя бы громкие выступления с новогоднего шоу Ивана Урганта, которые покорили сердца европейской аудитории. Например, огромной популярностью молодежи пользуются Даня Милохин и его дуэт с Николаем Басковым оказался неожиданно зажигательным. Они исполнили итальянскую версию песню «Dica to sim», которая возымела необычный успех на YouTube. Блеснула и Зиверт с итальянской версией песни «Credo». В комментариях видео на YouTube сами итальянцы просят отправить ее на Евровидение от их страны. А почему бы и не от нашей? Вполне достойный вариант. Кстати, на предыдущем новогоднем огоньке певица не худше спела дуэтом с Киркоровым. Но сам Филипп Бедросович ангажирован на Евровидение Молдавии. Поэтому ему сейчас не до опеки на Зиверт. А жаль. Артик и Асти исполнили бомби на балла. В русскоязычном варианте «Девочка, танцуй». Выступление оказалось очень сочным и насыщенным. Итальянское звучание в целом придает песням пикантность и очарование. Открытием на шоу стал дуэт Клавы Коки и Нелета. Итальяно-язычный трек «Краш» звучал свежо и ярко. Почему бы им не повторить успех и на Евровидении 2021? Группа «Крем-сода» и их итальянская версия «Плачу на техно» взорвала YouTube. Возможно, они еще не созрели до такого масштабного конкурса, но перспективы на будущее у них определенно имеются. Недавно расставшаяся сладкая парочка Ольга Бузова и Дава и по отдельности весьма популярны на YouTube. Возможно, вокальные данные в этом случае не в приоритете. Зато Олю едва ли не каждый год ставят шорт-листы Евровидения. Возможно, когда-нибудь это и произойдет. Иван Дорн тоже блеснул на шоу «Урганта». И пусть он пока считается украинским певцом, его участие в Евровидении от России вышло бы весьма резонансным событием. То же самое можно сказать о гражданке Украины певице Маруф. Кстати, ей как-то предлагали выступать от Украины в обмен на отказ от поездок с концертами в Россию, на что исполнительница гордо отказалась от такого компромисса. Подопечный Игоря Крутого Димаш Кудайберген пользуется популярностью у мировой аудитории. Его клипы смотрят в США, Китае и Европе. В родном Казахстане его кандидатуру на Евровидение не рассматривают, так что интернациональные отношения можно было бы укрепить, послав этого парня в Нидерланды представлять Россию. Нельзя не упомянуть, в списке возможных кандидатов на Евровидение и вечно туда стремящегося Александра Панайотова. Уже несколько лет он становится одним из самых вероятных участников, но в последний момент удача отворачивается от него. Даже если он не победит, хоть за вокальные данные участника точно не будет стыдно. А кого вы бы отправили на Евровидение? Пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!